Матчи нельзя отрывочно брать, минуя те два матча. Это была третья игра в режиме 3 на 4, очень сложный режим, плюс перелет, тяжелая игра в Астрахани. И мы понимали, что такая лобовая игра, где как минимум нельзя было проигрывать, как минимум. Хотя мы ближе были к победе в том матче. Мы это понимали, и график такой режим сложный был, плюс качество поля, плюс неудобное время. Это все в минус для созидательной игры. В первом тайме был хороший футбол, даже на этом поле оно еще так более-менее было. Мы должны были в принципе-то вести, выигрывать этот тайм не в один мяч, а как минимум в два. Надо отдать должное вратаривание, сказать, выручил практически не берущиеся мячи. Но забив второй мяч, мы немножко засушили игру, мы сыграли прагматично, потому что я тоже понимал, что эмоций немножко не хватает. И надо просто правильно сыграть. И когда две-три атаки соперника были очень острые, я уже сменил одного атакующего игрока на фланге, на игрока, который лучше играет в защите. Потому что эту позицию надо было закрывать. И шел-шел, и справился. И более того, мы понимали, что сыгры забить в этот день сложно, а в основном это в стандартное положение. И поэтому два высокоростных игрока, он в вечере головы уйти в втором тайме. Это и Смирнов, и конечно. Это уже в принципе играли уже по счету, потому что игра была сделана, и надо было просто правильно довести. Это тоже надо уметь делать. Пожалуйста, коллеги, ваши вопросы, Сергей Александрович. Кто первый? Владислав Волошин, аргументы и факты в Туле. Ну, на исходе первого часа игры появилось ощущение, что команда несколько физически просела. Стала отдавать сопернику и пространству, и проигрывать единоборство. С чем, на ваш взгляд, это может быть связано, если у вас появилось такое ощущение? Ну, во-первых, отдадим должность сопернику, они проверяют замен, и им терять было нечего, они стали в контроле, они были раскованно, стали действовать. У нас же все же счет давил на нас, и мы немножко так, как сказать, закрепощенно играли в своих позициях, играли по счету. Вот так, в моем ощущении. Я не думаю, что у нас, если бы была другая ситуация, именно по счету команда добавила, и замены были бы другого плана. Вышли бы, я думаю, Федота вышел бы, и вышел бы Горн в атаку, это другого плана были бы замены, которые шли на усиление такой еще действий. А здесь мы еще раз будем собирать проводить, эти были бы соперники 0-2, они стали активны, они даже в ущерб обороне, вошли вперед, там, ставили свои преимущества. В середине они получили определенный контроль, но в остроте, там, не скажешь, какие-то были моменты, которые у нас были в своем первом тайме. Пожалуйста, следующий вопрос. Я дополню. А может, и просел немножко, где-то и по счету, где-то, может, так и был. Ну, там, одна позиция стала выпадать, вторая выпадать. Но, еще раз говорю, вот этот график, который у нас есть, он тяжелый, у нас все три игры, в принципе, такие тяжелые. Мы знали, что это игра, вот, самый тяжелый для меня, я это понимал. И пытался внушить это ребятам. Следующий вопрос. Александр. Александр Фельцов, появление в составе комитета Игорева сегодняшнего? Да, он не играл, для него было сложно, в принципе, это я и Игоря Кота просил, были на разминке, везде подбодрить, где-то вселить такую уверенность, потому что 0-1 приходит только через игру. Только через игру, можно говорить все, что хочешь, а надо просто почувствовать этот игровой ритм. И когда мы выбирали, кому начать играть, в пользу Игоря Кота, тут факт был, что он уже в команде, он знает защитников, и Саша только начал работать, и надо какое-то время, чтобы он вошел. Сегодня какой-то игры такой не было, такой, он был там, где надо быть, он был, где надо быть, на выезде был, но нервозный, мне кажется, у него вещалось чуть-чуть, и своды мяча, еще, но это надо играть. А так, в целом, нормально. Алексей Березин заявлен за команду, на позицию 2-го, 3-го, то есть он получил практику? Вы знаете, он очень хороший вратарь, с хорошими данными, мне он очень нравится. А у меня все, кто не играл, не получит практику. Мы сейчас заезжаем на сбор, завтра на нашу тренировку, кто не играл, будет тренироваться. И у нас 23-го мы играем с командой 2-й лиги, мы сейчас заезжаем в Кратово, сбор будет. И 23-го, и 30-го, где контрольные игры, ребята, которые не получили игровую практику, получат в этих матчах. И у меня же более информативная будет информация по ним. И Березин будет играть, и те ребята, которые не играли, и даже не 18-го, они будут играть в Кратово. А уже есть соперник? Да, мы договорились с Доводедовым и с Ореховской второй лиги, они начинают с чемпионат, они готовы сыграть. То есть за неделю до следующего матча два матча? Мы играем 23-го и 30-го, как раз в том цикле, те люди, которые получили максимальную нагрузку в игровую, они не будут, они встают в неделю на цикл, потому что мне надо немножко накопить эмоции. Займемся мышцами, а эмоции чуть-чуть отпустим, потому что их чуть-чуть не хватало. Мне так понравилось. Следующий вопрос. В первом тайме в тульский арсенал часто тактически переиграл соперника. Вы изучали тактику, видели, как-то, или тактика тренера для вас была не на него? Вы знаете, тактика можно лицать любой абсолютно. Готовы ли команда выполнить эту тактику? В первом тайме мы были везде чуть побыстрее, чуть эгрессивнее, чуть почище с мячем работали. И явно мы побыстрее были. Во втором тайме, еще раз говорю, я бы не стал делать сейчас выводы после игры какие-то. Мы сыграли правильно по счету. Ну, ваши коллеги же дают вопросы. Они просто говорят, я думаю, что так, но у меня тоже есть там сервоточник. Подсели, не подсели, хотя, конечно, подсели, подустали. Это естественно, но сильники еще были. А в тактическом плане мы смотрели их игры и на сборы, и смотрели игры, которые были в чемпионате. Почему они были разные, у него очень большая гроза состава, и практически они еще не определились, видимо. И поэтому есть удовлетворенность, я так думаю, по их команде. И вот после того матча опять 4-5 замен было в стартом составе практически. Ну, вот так было. Я не знаю, лучше ли, не лучше, это дело уже и не все. Я в своей команде разбираюсь. Но в первом тайме мы владели и территорией, инициативой, и были хорошие моменты. Можно было, в принципе, сговорить второй мяч и, в общем-то, в какой-то степени, ну, правильный проект во втором. Следующий вопрос. Буислав. Ну, вопрос такой. После ухода Млада Накашичева, ну, возник вопрос, кого, как второго человека, поставить в опорную зону. Собственно, я предполагал, что там окажется Кантемир Берхамов, который до прихода в Арсенал много играл в опорной зоне. Но на деле оказывается, что он часто играет выше Горботенко. Это ваша установка или ему просто комфортнее? Он изначально играет выше Горботенко, но по ходу матча они могут меняться. Если он приходит на розыгрыш, Горботенко работает между линиями, между полузащитниками, и они меняются местами. Но изначально расстановка, и Кантемир играет там. И вообще Кантемир установка при всех. Он играет там, где надо играть. Я сказал, если мы тяжело выходим из обороны, надо прийти вниз. Если мы владеем территорией, надо мяч получить под шрафной, потому что удар должен быть там. Если мы не владеем, то есть ему установка такая, он должен сам почувствовать. Я могу вдруг тебе подсказать, говорю, где. Но через него эти моменты он правильно понимает. Хотя с Горботенко они могут дублировать эту позицию, и в принципе они игроки креативного плана. То есть номинального опорника второго в команде на данный момент? Ну, Горботенко играет, в принципе. Мы пробуем еще в этой позиции Горбонца, хотя он больше на фланге играл. Именно сюда, в эту позицию, пробуем его. Но ему надо немножко разыграться в этой позиции, потому что мы пытаемся страховать. Более того, когда соперник получил территорию, у нас Смирнов может в этой позиции играть, и довольно-таки успешно, потому что он снимает вверх, он правильно разводит. Он в этой позиции хороший. Но Дима играл с травмой, он, в принципе, играл с двумя уколами сегодня. Потому что, ну... Еще вопрос, пожалуйста. Не начну, да. У нас, по-моему, три выездных сейчас будет матча. В общем-то, это с командами по второй таблице, в которой по второй половине турнира, в таблице. Что скажется сегодня игрокам? Ну, вы знаете, вот я и вам скажу, не только игрокам. Уровень турнира очень ровный, и теряют очки абсолютно все. И не зависит, с кем ты играешь, с командой, которые ведут борьбу за службу остаться в первом дивизионе, или которые ведут борьбу за медали, или за выход в премьер-лигу. Абсолютно. Каждая играет, это отдельная песня, и надо ей подходить. Вот кто сильнее в этой части, тот и будет выигрывать. Поэтому мы каждый матч от матча к матчу идем, стараемся играть правильно. И, ну, что-то получается, что-то не получается. Ну, Василий Васильевич, мы по максимуму работаем. Дмитрий Абдулев. Дмитрий Абдулев, на Ваши страницы были еще в арсеналаре. Или еще в Брамфорте уже в расположении команды прибыл? Нет, еще. Я думаю, что на сборку, и не только он, я рассчитываю, я очень рассчитываю на Максима. Лепски. Лепски, да. Потому что вчера я с ним только по телефону разговаривал, он начал работать, и в арсенале, молодежь в составе провел очень хороший сбор. Я говорю, может, сразу подключиться? Он говорит, нет, я еще чуть-чуть пытаюсь набрать, говорит, вот, и как вы приедете, я готов сюда. Потому что мне он очень нравился, когда он играл в свое время, и интересный парень такой, и с обыгрышем, и на бровке играл хорошо. Я думаю, что если все здоровье позвольте, мы его вернем в хороший футбол, потому что тоже его нельзя так или бросать, они должны играть, и он умеет играть. То есть мы так, вчера только большой разговор с ним был, так, я думаю, что поддержали его и хотим здесь поработать. Юрий Васильевский. Сергей. Знаете, смотрите, если я не ошибаюсь, но Андрей Хагуш всегда был боковым защитником, а сегодня было часто видно, что он был на зоне центрального нападающего. Это установка или так? Нет, вот центральный нападающий не играет, но по ситуации-то смещался, но мы играем с высокими флангами, в принципе, просто мяч там не задерживался. Задерживался там чаще был, он и в первой игре так играл, он и угрожал с этой позиции, поэтому он высоко играет, и он, и Игнатьев, они играют активно, играет три стральзащитника, играет два чистых нападающих, просто немножко поле не позволяет играть конструктивным выбором, это назначено, но что есть, то есть. Какие-то индивидуальные слова подобрали для Сергея Игнатьева, что болельщики, наверное, увидят его первый раз таким активным за последние два года, с весны 2004 года. Да нет, он может три раза активнее играть, ребят, он играет половину от себя, это однозначно, он может три раза активнее играть, даже под моей бровкой он более активнее, чем там. Мы как-то с ним находим контакт вот здесь, на этой пробке, а Серега может сильнее играть однозначно. Ребята знали, что Томск потерял очки? Ну, наверное, там же говорят, они же не изолированы, хотя мы сейчас вообще ни от кого не отталкиваемся, я бы сказал, ребят, терять будут все абсолютно и много, надо свои терять, не готовиться, жилку стараться. Старший, пожалуйста. Сергей Александрович, ну, вы работали на Далевом Востоке, есть ли секрет преодоления, вот сейчас нам туда лететь, вот преодоление часовых поясов проблемы? Есть, есть, сильнее футбол играть, все, другого секрета нет, просто хочешь с листа играй, хочешь сильнее играть, но мы, по мне, надо приезжать сзади, надо дорогу снимать обязательно, именно снимать дорогу, потому что дорога, она, по-любому надо тронку проводить, потому что приезжаешь, там, ну, обувь нельзя обуть, потому что там водичку пьют, она, все это, настолько, суставы, надо размять обязательно, вот по мне. Но нельзя на третий день играть, надо желательно играть на второй день, и там же еще связка, там еще и следующая игра, мне важно, чтобы там был не пятый день, понимаете, там же и Хабаров, нельзя не учитывать, потому что третий и пятый, наверное, сам тяжелый, вот такие, игровые. Следующий вопрос. Ну, опять же, там еще индивидуально, это вот, это общее, в принципе-то, а тоже есть особенности. Два года назад Арсенал прилетел в Владивосток, и он с проблемами, и он, да, да, но надо учитывать в том состоянии, в каком был тогда луч, а луч игрок был задействован в Кубке страны. Евгений Савин переходил туда как в амбициозный... Нет, 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 я не про это веду разговор. Они играли в Кубке страны, и у них на такой наслое не было в тот момент, они как раз-то повалились, поэтому здесь так неоднозначно, понимаете.